Новый вид мошенничества, от которого страдают автомобилисты. Некоторые с удивлением узнают, что их номера, номера их машин и водительские удостоверения в базе данных о нарушении дорожных правил, которых на самом деле они точно не совершали. Алексей Иванов выяснил, в чем принцип незаконной схемы и что делать тем, кто стал жертвой аферистов. Вот получил штраф по почте. Номер мой, машина не моя. О том, что у его машины существует двойник и колесит он по тем же улицам Челябинска, Иван узнал случайно. Получил по почте штраф за превышение скорости. Он был удивлен, когда увидел. Марка, модель и даже цвет машины-нарушителя абсолютно другие. Я письмо увидел в начале, естественно, огорчился, ну, право нарушения. Потом открыл, обрадовался, потому что машина не моя. Но тут же опять огорчился, потому что номер мой. Как-то машина ездит с моими номерами, то есть, в принципе, за те нарушения, получается, отвечать-то буду я. Иван теперь требует от ГИБДД не только отменить постановление, но и найти двойника. В госавтоинспекции узнал. Только в Челябинске такие же, как он, 20 человек жаловались на автомобили-клоны. ГАИ пытается ловить двойников, но пока не очень успешно. В прошлом году нашли лишь две подобные машины. В мастерске сейчас готовы отпечатать любые номера. Заменить свой номерной знак на чужой можно за считанные минуты. А некоторые уподавляются Джеймсу Бонду и даже автоматизируют процесс. Или используют номера на мощных магнитах. Замена занимает секунды. С увеличением количества перекрестков, которые оборудованы системами фото-видеофиксации, соответственно, участники дорожного движения начинают хитрить всяческими способами уходить от административной ответственности. В том числе и внося изменения в государственные регистрационные знаки. Мошенники пошли дальше. Печатают не только липовые номера, но и водительские права. Копируют реально существующие документы. Александр из завода Уковска Тюменской области также был вынужден доказывать. Не нарушал. Ему пришла повестка в суд. Причем в Хурганской области. Через интернет нашел этого мировую судью. Связался, позвонил. Я говорю, так и так, это розыгрыш? Или действительно было отправлено письмо на мое имя? Нет, вы действительно вызываетесь по делу в суд. Дело на Александра, водителя-профессионала с 35-летним стажем, завели якобы за работу таксистом без лицензии. Права, согласно протоколу, изъяли в Кургане за незаконную перевозку пассажиров. Вот только его водительское удостоверение при нем, да и в соседнем регионе, он давно не был. Проведя собственное расследование, Александр узнал. Курганский нарушитель предъявил качественную копию его прав. Считает, такая карточка плохо защищена от подделок. Если бы раньше выдавалось водительское удостоверение, например, в том же Зоудуковском районе или в любом районе, ставилась печать ГАИ или сейчас ГБДД. Сейчас этой печати нету. Так что спокойненько можно распечатать через интернет вот это дело, любую фотографию подставить сюда и, пожалуйста, фамилия есть, данные есть. В качестве доказательства невиновности Александр отправил в суд свою фотографию. Штраф отменили. Юристы говорят, в материалах дела всегда есть снимок водительских прав. Его делают инспекторы при составлении протокола. Необходимо сравнить просто самого, вот эта фотография, которая имеется, с тем лицом, который привлекается к ответственности. В связи с его несоответствием дело будет прекращено. Также можно в судебное заседание вызвать инспекторов ГБДД, которые составляли материал для опознания лица. Естественно, они это лицо не опознают. Курганского таксиста-нарушителя поймали. На допросе он рассказал, права заказал по интернету. И делал это уже дважды. Настоящее водительское удостоверение у него забрали за пьяную езду еще два года назад. Восстановив репутацию дисциплинированного водителя, Александр намерен добиться наказания для нарушителей из Кургана, чтобы тот больше не разъезжал с поддельными правами. Дело находится на проверке в полиции. Алексей Иванов, Александр Шишуков, Евгений Егошин. Уральское бюро Первого канала.